В данном видеоконтенте присутствует ненормативная лексика. Подписчики, я их знаю, они смотрят мой канал, пишут не влс, не пиарят, не пишут там, фу, тя микрофон, говно, поменяй, заебалку, пиши себе там какой-то, не знаю, рот за 300 миллионов долларов, чтобы мои ушки были целые. Окей, да, есть у меня такие промахи, но, блядь, не каждый видос там немножечко зарепело в одном моменте, не, блядь, надо сразу куча дизлайков, нахуй, и сразу писать, блядь, у тебя микрофон, говно. Че, ебануто, что ли? Я знаю многих игроков, и если вы смотрите этот ролик, и вы положительно ко мне относитесь, смотрите на эти все моменты, так как знаете, как сейчас вообще сложно развиваться, что на смотре, что на ютубе. Вам просто лайк в карму, и если вы можете, короче, на этом все для вас, можете закрывать ролик, но если вам интересно послушать весь срач, что дальше будет, можете сидеть смотреть, я не против. А теперь я отношусь к двухклеточным, выпустил я, ну, не знаю, через сколько этот видос выйдет, но выпустил я ролик о баге, и мне сразу, фу, только добавил в беседу, фу, ты, блядь, спиздил Игоряна, Он, блядь, даже ролик не смотрел, но сразу написал, что я спиздил у Игоряна. Я в душе не, не, уже ебу, уже ебу, кто это такой Игорян. Я помню, это этот же подписчик, который мне скидывал на него ссылку, когда он записывал, Игорян записывал, наверное, полгода назад ролики его в стиле, блядь, я так понял, Как наебать людей, вот это Игоря называется. Я проверяю тактики и в тот же момент наебываю. И он, типа, взял рандомного ютубера, получился я, взял мой ник и написал, типа, и начал наебывать людей с моим ником, блядь. Но это просто, и потом он написал, нет, давайте продолжим, блядь, я никогда не обманываю ни людей, ни подписчиков, Я считаю, что это очень подло, я ненавижу обман просто, когда еще пиздят перед глазами, а за глазами и за головой еще что-то пиздят. Вот это прям вообще как ненавижу. Блядь, я написал, ну, блядь, и что с того, типа, что ты сделал, я не помню, что я там в комментариях писал, это давно. Я точно запомнил, что мне написал, я тебя пропиарил, а ты еще, блядь, неблагодарный. Какое, блядь, нахуй пропиарил, за то, что ты наебал людей, и теперь, кто не понял шутку или закрыл видос не в конце, подумаешь, что Эван это разводила, надо ему, блядь, еще что-то наставить, дизлайкать. Материть или что? Так, давайте к теме. Написали у Игоряна, и, блядь, он ролик не досмотрел, но написал, что спиздил у Игоряна. Но прикол в том, что Димон мне написал его, вернее, написал, а он мне позвонил в скайпе и рассказал об этом байке. А где Димон взял, мне вообще не ебет, вы не понимаете? Может, он взял этого Игоряна, может, он взял какого-то другого ютубера, может, кто-то в беседе ему написал, может, с первого сервера кто-то ему написал, в клане его. А с клана еще кто-то узнал. Ну, это прям пиздец полный, пацаны. Окей. Еще мы до имя и названия ролика мы еще придем. Подождите, еще это. Хорошо, давайте так. Например, записал бы я этот видос. Например, ну, x2 баг нашел, блядь, написал бы этот ролик раньше. Ну, давайте не е, давайте какой-то левый ютубер записал, там очень мало у него подписчиков, ну, давайте до косаря. Он записал этот баг, у него там набрало, там, не знаю, 400 просмотров и там хорошо лайков. Короче, хорошо у него зашел этот ролик. Пацаны посмотрели, написали, может, там, может. И скинули этот видос Игоряна. И Игорян же тоже записал этот ролик. И все написали, бля, охуенно. А потом пришли до этого пацана и не смотрели на дату публикации и написали, бля, что ты спиздил у Игоряна. Это 100%. И у меня уже есть куча миллионов в раз, когда так было. И у меня, бля, от этого бомбит, можно сказать, здесь играет роль чисел. Чем больше число, тем больше оно действует на психику этих двухклеточных, я могу сказать. Бля, у него 16 тысяч, значит, он, бля, пизжа, этот лох, бля, он, ну, у него спиздил, 100%. Не, ну, бля, вы не задумались, что Игоряна мог, бля, он, Игоряна мог спиздить еще у кого-то ютубера, а тот ютубера еще у какого-то ютубера. Или Игоряна сказал подписчика, и подписчик, бля, нашел какого-то левого ютубера. Вас, бля, не ебет? Ладно, Игоряна, давайте закончим, блядь, у меня уже бомбит от него. Так, давайте дальше. Ютуберы. Была, когда еще меня перед баном на первом сервере я играл, это было год или пол... Не, уже не год, уже два года назад. Была у меня рубрика тюнингеры. Я сказал, я покупаю тачку, тюню и разыгрываю. Иногда буду, иногда нет. И потом, через пару, не пару, ну пару недель точно, выходит рубрика в Булкино, называется «Тачка в передачку», суть которой тоже купить тачки и разыгрывать. Блядь, ну вы чему не пишете, ты спиздил рубрику в Эвена, блядь? Не, вам же похуй, Рилли. Если бы я записал такую рубрику опять, ну продолжу записывать, вы бы мне написали, ты спиздил в Булкино, сто процентов, блядь. Опа, бы начал ебать, блядь. Да, есть такие моменты, что просто один-двое разных человек додумаются до одного. Окей, не спорю, может быть. Но вы, блядь, тогда если по вашему мнению, то хули вы ему не пишете, окей. Где-то месяца три назад записывал рубрику, блядь, рубрика нахуй, рубрику «Кто больше с Димоном». Мы записали там первую серию, ну она не особо зашла, а мы больше эту рубрику, рубрику, блядь, рубрику, рубрику не записывали. Она называется «Кто больше», суть ее, за некоторое количество времени мы работаем на каких-то работах с нефиксированной платой. И кто больше заработает, тот и выиграл, и тот и дает приз, то, что заработал победителю. Все, я записал ролик. Что вы можете, мне давно лазил, вообще, если честно, я ни на кого не подписан в рубрике МТА. Ну, тупо, с этих ютуберов МТА, ни на кого. И у меня рекомендация вышла, какой-то дева набор, или что, блядь, играет на третьем сервере. Знаете, что, он с каким-то левым ютубером записывает, тоже, у него кто-то, не «Кто больше», у меня называется «Кто больше», у него как-то по-другому называется. Кто заработает больше, я, короче, в душе не ебу, как он, но суть та же, они работают с каким-то ютубером левым на одной работе, и кто больше заработал, у них что-то было два лимона, или что, они выиграли. Блядь, тупо спиздили у меня у рубрику. Остановитесь. Но вы же не пишите, ты спиздил рубрику веб, накидали им дизлайки. Не, блядь, там лайков, я не помню, я, блядь, не буду вам врать, но серьезно, блядь, в этом ни одного комментария не было написано, мне никто не скинул этот ролик и написал, у тебя спиздили рубрику. Хули, у тебя можно, у тебя спиздить можно, а тебе спиздить не можно. Окей, записывал я чужие рубрики, например, да, то, типа, вы сразу начали, это рубрика того-то, того-то, блядь, я его даже упомянул в комментариях, спросил, можно ли взять эту рубрику, они мне сказали, да, можно, тогда я записывал, блядь, и я их оставил ссылочку на их канал, они даже про меня ничего не сказали, вы не понимаете, окей, давайте следующее, например, Радмир, CCD и Смотра, крупнейшие гиганты в серверах МТА, да, они, например, сделал обнову CCD, и, не, давайте Радмир, как было, и потом спиздил CCD у него, вы же не пишете CCD или Радмиру CCD, у вас спиздили, вы спиздили обнову, вы пишете, о, заебись, Радмир говно, или что-то такое, я, это чисто пример, это что, не думайте об этом, вы же не пишете, вам же похуй, Рилли, только хули вы ко мне приебались, если я сказал в ролике, что ко мне, сказал Димон, а где он взял, мне вообще не ебёт, фух, не, вам, блядь, надо писать в комментариях, блядь, у Игоря нас пиздил, у Игоря нас пиздил, блядь, такие, такое чувство, что они, блядь, на того Игоряна днём и ночью, блядь, лысого гоняют, в Дриле, у меня так бомбит от этого, что пиздец, короче, мораль всей басни такова, то, что, если у тебя берут рубрику, то всем похуй, если ты ни у кого не брал рубрику, тебе просто сказал иной человек, который с этим человеком никакой связи не имеет, то вы его, можете сказать, привязываете ко мне, что я у него спиздил, так что, прежде тем, чтобы писать ваши выводы в комментариях, пожалуйста, разберитесь, а потом пишите, или ваш двухлеточный мозг не может, я знаю, что это на видосе будет куча дизлайков, давайте, блядь, наберем 100 дизлайков, мне прямо аж интересно, мне уже похуй на эти лайки, если честно, если я делаю конкурсы, то вы такие, о, Эвент, топ, и, блядь, короче, подлизы, все, не все, сразу говорю, не все, есть некоторые, которые остаются, смотрят канал, хорошо общаемся, есть куча у меня игроков, есть даже, я его назову, это Дарк, Костя Сдур, который еще со мной знаком с первого сервера, он мне вообще левый человек, он мне давал дом на 9 мест, чтобы я купил тачку на конкурс, я купил этот дом, потом и меня забанили, и меня разбанили, я хотел ему отдать, но я не успел, и меня забанили, и этот дом слетел, он меня не кинул, не послал, ничего, мы сейчас с ним хорошо общаемся, это нормальные игроки, которые понимают, не, блядь, а есть вы, который купил, хорошо, давайте, вкусление, купил, бля, хонду с 2000 за 500 тысяч, всарал в нее, еще там полтора миллиона, ну, лям точно, просто, точно, там диски с хуем выходят, 420, а еще фултюн, тонировка, цвет, и всарал, ну, да, лям, получается, 500 купил, лям всарал, ищу заправку, ну, короче, лям всарал, выходит полтора, а я продавал за 750 тысяч, и вы потом пишете, ой, бля, дорого продает, Эвент Перекуп, охуеть, бля, а когда вы продаете свои Е30, которые купили в автосалоне за 5 миллионов, продаете за 30, бля, то это заебись, это прям заебись, вот это я вообще не понимаю, бля. Я не понимаю, я просто, бля, не понимаю. Но потом вы начинаете писать, Эвент, го, конкурс, Эвент, дай денег, Эвент, дай все, дай то, и, типа, вы, бля, начинаете, как меня, как будто корову дает, бля, мне эти деньги никто не дает, я их сам зарабатываю, никто мне их не дарит, ни тачки, ни деньги, так что, хорей мне писать, давайте конкурс, еще, еще, вам, конечно, заебись, чтобы я проводил конкурсы, вы вечно участвовали, вечно выиграли, набивали свой живот, бля, можно так сказать, дорогими автомобилями, и такой, о, смотрите, я заебись, у меня чайрон на СГУ, бля, и на охуенном виниле, а ты бич, понял, бля, мне просто интересно, чтобы один такой мажорчик, который стоит, блядь, на ЭКХ и пиздит что-то на меня, чтобы сделал хотя бы один конкурс, минимум хотя бы на лям, блядь, вы можете, да, 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 я могу сделать, да нахуй сделать, если в это должно быть из вас, я уже разыграл более, ну, блядь, более 50 миллионов во всех конкурсах, я точно разыграл, блядь, и мне не жалко, и я не жалуюсь, не вам, блядь, вы, Эвен, жлоб, Эвен, т.д, эвен, т.п, блядь, сказал в беседе, например, давайте к беседе перейдем, заспавнил видос и написал нормальным языком, не пишите, пожалуйста, после этого видоса 2 часа или час, чтобы другие игроки могли посмотреть, а он у него просто не пропал в ленте, не, блядь, им же надо писать, я их кикаю, они потом начинают меня материть, что, о, я их кикнул, такого, бля, мамкиного бизнесмена, кикнул, бля, и все, и типа, и начинаю дизлайки, и хуяйки, и атакой, и всякой, потому что я мамкиного бизнесмена скинул, а он здесь реклами, блядь, рекламировал свое говно по 80 миллионов. Умеете? Могете просто. Своя, этот же видос, да? И вы мне все пишите, вы говорите, она тоже такой видос, и дтп, и чё, если у него есть канал, то, ээ, видос, то мне нельзя такой видос заснять, или чё, не понимаю? Если там другие ютуберы снимают, например, серую жигу, и тут еще одну серую жигу заснял, то всё, пишите у него, и он угнал, что тот первый серую жигу заснял, и снимай красную жигу, или чё-то такое. Короче, я выговорился. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok